Этой осенью в бассейне «Дельфин» установлен особый пропускной режим. Для того, чтобы обезопасить персонал посетителей от людей с нехорошими намерениями, все входящие проходят через рамку металлоискателя. А чтобы обезопасить объект от ковида, входящие напоминают о масочном режиме и также их дистанционно осматривает термометр. А в последнее время администраторы еще просят справку, что недавно был перенесен ковид, а также сканируют QR-коды у желающих воспользоваться услугами «Дельфина». Наши сотрудники достаточно оперативно овладели этим видом работ. Конечно, приходится сталкиваться еще и с реакцией посетителей, которые не всегда бывают довольны, но стараемся преодолевать, относиться с пониманием, объяснять. Ну и работу все равно продолжаем. Мы со всей серьезностью относимся и притворяем все требования, которые предписывают нам постановления. Сильно ли новые требования усложняют посещение, мы решили проверить сами. Захожу, останавливаюсь, показываюсь в бесконтактному термометру и иду к стойке регистратора и уже тут достаю из широких штанин свой документ, подтверждающий личность. А в нем еще одна заветная бумага – QR-код. Здравствуйте! Этот заветный квадратик – часть электронного документа, который получает человек после прививки от коронавируса. Сертификат о вакцинации можно носить с собой в телефоне, а можно его распечатать. Тут уже кому как удобней. При наведении на этот код камеры выскакивает адрес раздела сайта госуслуги, где указан номер сертификата о вакцинации, срок его годности, инициалы владельца, дата рождения и некоторые цифры паспорта. Вот тут как раз главный документ и нужен – сверить личность. Далее ваше имя и номер сертификата вносятся в журнал учета посетителей. Процедура быстрая. Постоянную посетительницу бассейна Людмилу Александровну эти новые меры нисколько не напрягают. Необходимые документы у нее всегда при себе, в телефоне. А вакцинировалась она еще в мае. Двухкомпонентный, спутник. А как считаете, вообще такая мера, она действенна в борьбе с распространением инфекции? Я думаю, что да. Вот сейчас посмотрите, какая заболеваемость даже у детей. Это же вообще уму непостижимо. Старики вот нашего возраста, они как бы уже, ну все это поняли и стараются вакцинироваться. Не вакцинируется только тот, кому… Ну это действительно нельзя. Один из плавающих сейчас на сеансе – постоянный посетитель. Бывает здесь раз в три дня. С ним мы тоже обсудили новые меры допуска людей в общественные места. Я только положительно отношусь к этому, потому что безопасность – это прежде всего… Вас это никак не напрягает такая вот мера? Нет, нисколечко, нисколько. То есть у вас есть сертификат о вакцинации? Есть. Да, сделал прививку, очень доволен. Он у вас в телефоне или как-то в бумаге? Есть на бумаге, есть и в телефоне. Как считаете, эта мера поможет сократить распространение? Я считаю, что да. Мое личное мнение, что да. Обо всех нововведениях в режиме работы бассейна «Дельфин» можно узнать по телефону 51005 или в их группе ВКонтакте. Ну а мы продолжим отслеживать все новости коронавирусной тематики и обязательно расскажем вам, какие еще антивирусные меры вводятся или наоборот отменяются. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль-ТВ». Продолжение следует...